Балу же маленький городок между Ригой и Кековой Гинта из вот этого вот дома ранним осенним утром ведет обоих своих малышей в докторат буквально напротив, рукой подать, ведет, чтобы сделать прививку Укол всего-то делов, манипуляция несложная и поэтому уже около 9 утра Гинта возвращается к себе домой а спустя пару часов констатирует, что ее дети едва дышат Марису Берзенчу так и не суждено было стать приемным отцом для двух малышей к приезду бригады, скорой помощи, врачи констатировали смерть но ему было суждено провести свое собственное уникальное расследование в котором он пришел к выводу, что это не мама убила своих детей а именно так гласит официальный приговор суда Скорее всего дети были живы на тот момент, когда приехали скорые Пистолет Макарова, наверное, на Румбуле до сих пор продают А чего не застрелило? А младший-то ему годик, ему там ничего не объяснишь Ну вот его и повернули, вот тут снизу и кололи как детям маленькими колят А я просто так, я взял руку так в голову Всем привет, это Мамыкин ТВ История о том, как вакцина убила двух маленьких деток Мой собеседник сегодня Марис Берзенч Здрасте Добрый день, уточню, я не являлся отцом этих детей Я одружил с этой девушкой, я где-то три месяца только знал ее вообще Это дети другого человека, которому, честно говоря, особо, очевидно, не интересно Потому что он сам был подозреваемый сначала, первые полгода Ну и потом он, наверное, как-то, не знаю, договорился с кем-то или что Ну, этого я не скажу Да, ну, видно то, что с него сняли все, как бы, объединение Хотя, ну, были довольно такие, как бы сказать, подозрения, они были И они имеют место, да Потому что это семья Ну, наверное, мне надо начинать рассказывать Начинать Ну, значит, это было 10 октября 2014 года Баложи Довольно скандальное дело было Нашли двоих детей Двоих мальчиков Один, значит, младший был год и два месяца Старший был три годика Ну, нашли мертвыми Дома, на кроватках И, ну, что самый ужас Да Потом обвинили за это ее мать Их мать В том, что она, якобы, убила своих двоих детей Из того, что ее новым другом, которым являюсь я Да Они мешали Ну, скажем так Я с самого начала не согласился с этой версией Хотя я даже тогда я уже знал настоящую Но, поскольку полицейские работали так, как они работали Они фактически от меня выбили это на пять лет Да То есть я знал разгадку Ну, да, там прошли эти три суда Значит, я начал где-то, извиняюсь, возникать В тот момент, когда я понял, что у меня есть что-то на полицию тоже Потому что оказалось, что они использовали мой мобильный телефон Уже интернет мобильного телефона после изъятия Ну, что вообще-то недопустимо Как вещдок, вещественное доказательство Да, да, да Не отдавали три года Давайте уточним для наших зрителей Произошла эта страшная сцена Где два мертвых малыша лежат в своих кроватках И потом полиция приходит к вам Потому что у них была версия, что, так сказать, мама этих детей сделала Убила своих детей Помните заголовки в латышских газетах Вирия Шадель из-за мужчины Из-за своего мужчины Ну, они ко мне не пришли, я сам к ним пришел То есть вы проявили еще и, в общем-то, сознательность Я сразу приехал, потому что она мне, когда позвонила, я приехал сразу же Потому что я был единственный человек, кто и мог приехать Потому что она с большой семьей, но с деревни То есть там ни у кого машин нету, ничего такого нет Я на тот момент являлся начинающим бизнесменом Довольно успешным И, естественно, что я сразу, как она мне позвонила, так и приехал Но если мы уже переходим к тому, что за эти семь лет удалось раскрыть, скажем, в этом деле То оказывается, что она мне позвонила намного позже того момента Когда вообще это все случилось Это можно доказать, скажем, там свидетельство есть в материалах дела Но первые пять лет у меня материала в дела, естественно, не было Я был свидетель И к тому же меня поставили в такую ситуацию Скажем, ну, бизнес разрушили два дня примерно Потом вид еще извинился и сказал, что у нас особо вышло через полгода Но мне это уже не помогло Потом второй бизнес таким же образом разрушили Ну, то есть они насчитывают там какие-то долги и все, закрывают тебя То есть я все это время практически, как я начал говорить Вот впрочем той версии официальной, которая была Я все время оказался в ситуации, когда у меня нету самого главного То есть денег Все Если у тебя нет денег, ты никто Ну, с чем они, наверное, не считались То, что я буду бороться и буду бороться, честно говоря, до конца Но это мы еще коснемся, почему И реальность ситуации такова Значит, тем утром мама отвезла своих детей На какие-то медицинские манипуляции у местного этого семейного врача Если Балажи, то это рядом Кекова Нет, это напротив этого дома, что самое интересное Им там улицы пришли, перейти надо было и все Я не буду сейчас называть, как называется это Но это был семейный врач Да, семейный врач Семейного врача на работе не оказалось в тот день И прививки ставили Я извиняюсь, еще нельзя доказать, что прививки Но что-то ставили Как раз ставила сестричка У меня есть на данный момент уже свидетели, которые говорят о том Что эта сестричка, вот именно она была та, которая всем родителям Кричала на них, орала там все и так далее, и так далее Что они отказывались ставить прививки своим детям Что там произошло? Официальная версия говорит о том, что Значит, она отвезла своих детей сдать анализы крови Что нормально Она беспокоилась о своих детях, о их здоровье Они не такие уж здоровые были Тем более, они оба были аллергичные Что можно найти в материалах дела Без проблем Но, по моему мнению, что-то она еще там вколола И, скорее всего, эти прививки и были Какие, нам неизвестно Известно ли вам, почему мама не видела этот момент? Вот она вот привела детей, и что потом? Ее попросили подождать в коридоре Она вышла сама Я думаю, что нет Она все видела, она все знала И на тот момент она слишком доверяла Науке Науке, да То есть, она верила в это все И, честно говоря, вот как я знал Она перед этим предыдущим вечером Мне по телефону просто сказала Мы не жили вместе, да Я не мог тогда поехать У меня там командировка была И что-то такое Вот И она мне сказала, что она повезет С утра детей на прививке Да Даже там есть и то, что она там Что дети повели себя очень даже хорошо Что старший там держался Ну, не плакал и так далее И так далее Что купите им конфетку Это все в этих показаниях есть Но никто на это обращать внимание не стал Что касается дальшего, да То я считаю, что там произошли даже Два двойных убийства Почему Потому что у нас есть, значит, свидетельство скорых Которые приехали И тут начинается путаница Есть листик, например, да Где к одному ребенку они приехали, значит В одно время К другому в другое время Хотя официальная версия гласит о том Что они явились к обоим одновременно Да И оба были мертвы Это вот официальная версия Хотя Есть много показаний о том Что вот именно из медиков Да Что Ну, не кажется, что они уж такие мертвые были Во-первых Во-вторых Они все свидетельствуют обо том Что Впервые они вызывались на одного ребенка Потом только на двоих По дороге им кто-то сказал А почему вы говорите, что не совсем мертвый Был пульсирующий все-таки пульс Или мозг был еще жив Мы этого не знаем Как вы думаете? Я так думаю Вы свое расследование провели уже параллельно с полицией Это я знаю Естественно, да Вот тут, например Один из листов этого самого ПД Да Тут видно 1438 к одному явились Да Видно? Да Отчетно Да Это у нас младший Смотрим дальше Есть еще второй такой лист Но это старшего листа И тут уже Что-то цифра немножко другая 15 41 Если я правильно разглядываю Но это еще полбеды Дальше идут электронные листы Да Я напоминаю Официальная версия У нас дети были мертвы Когда явились скорые Да Навы бригады складбутные От статус ветос Смерть в присутствии бригады Да Оставлен на месте Да Это вот опять тоже Леон Да Малыш Да Да, старший Это старший Ну там вообще Там времена не совпадают Ничего не совпадает Одна бригада скорая Вообще Выехала в 15.50 Приехала в 15.50 Ну До такой степени Как в фантастических фильмах Сокращали время Да Да Я не знаю Как они летели Но летели Да И вот И поэтому Есть полное Как бы Право Полагать Что Скорее всего Дети были живы На тот момент Когда приехали скорые И тогда Логичный вопрос За что Судили маму Потому что Если официальная версия Что она их придушила Значит Этими Подушками Да Можно ли так Придушить человека Чтобы он Какой-то момент Еще остался живым И потом Умер уже В присутствии скорой Ну Я читал Очень разные истории В научно-популярных книжек Известных И не очень Паталогоанатомов И естественно Полицейских историй Слышал Миллион За свою жизнь И можно И нельзя Мне кажется Здесь вопрос Принципиально другого Зачем маме Душить Своих детей У нее мотив Даже если она любит Другого мужчину Не отца этих детей И вот так вот Из-за любви Ну Не, ну тут мотива Вообще нет Станиславский Не верю Да Не верю Потому что мотив Я могу рассказать Как мотив нарисовался Да То есть Это надо понимать Что эта семья Жила в социальном доме Да Ну Понятно Бедным человеком Это не грех В нашей стране У нас полстраны бедные Я согласен Ну а остальные Там тоже Ну скажем так Люди Ну скажем так Не высшего образования И так далее Ну по редкости Может кто-то попадался Тоже не грех Тоже не грех Согласен Да Но ими очень легко Манипулировать Что делала Вот скажем Полиция Да Был такой случай У нее был день рождения 4 августа Мы его праздновали У мамы деток Да Да И короче Брат ко мне подошел И спросил Ну когда будешь жениться Извини Через месяц полтора Жениться Ну это что-то Ну нет Особенно при том Что честно говоря Я первый раз женился В жизни Да Через два месяца После встречи Ну это вообще Авантюра была та еще Ну разве В общем вы серьезно Хотели подойти К этому возможному браку Потенциальному браку Мы об этом вообще Не разговаривали Даже не говорили Да Вот Но что из этого Вытянуло Значит следователь Чукрика Из этого вытянуло Что мне мешают дети И поэтому я на ней Жениться не собираюсь Да И это все под соусом Там были и угрозы И все остальное Да Впихнули этому братику И он это как бы признал Потому что Даже со мной Честно сказать Они очень легко Работали Ну Я человек все-таки С каким-то образованием Я что-то понимаю Но в то же время Они меня пару раз Так вокруг пальца обвели Да Что мало не показалось Психологически На допросах Вы имеете ввиду Да Даже больше могу сказать Первый день Когда это случилось Да Был Когда вы сами явились Да Меня отвезли Не отвезли Мне дали самому Отъехать К Баложскому И цирку И пришлось там ждать долго Потом явились Трое таких Полицейских И говорят Ну пойдем Поговорим с тобой Ну я ожидал Вот такое Я знал Что такие вот Разговорчики Они есть Неофициальные И так далее Ну мы же зашли наверх И тогда началось Где-то на 4 часа Или 5 даже Да Вот один к тебе Подходит Хороший полицейский Давай рассказывай Все сначала Ты рассказываешь В конце концов Он тебя Нет Ты только что Так прокололся Что все Будешь сидеть И так далее Потому что у них Это версия Что я там Причастен Был С самого начала Хотя Они на тот момент Еле-еле Отца нашли Который был пьян Да И должен был В этот день Явиться К детям Не явился И потом Идет следующий Хороший полицейский И опять Давай рассказывай Сначала Да То есть Если ты Ни в одном Из этих рассказов Там 10 Или 15 Не раскололся Ну Не раскололся То уже не расколешься Да Ну и в конце концов Все-таки физическую силу Тоже применяют Если не получается Иначе Ну было В вашем случае Что это было За применение Физической силы Удар вот тут По этому месту По ноге Да Ну чтобы не видно Было синяков Ну один удар Ногой, рукой? Рукой Потому что Я думаю Что больше их Не последовало Потому что Я отреагировал Неадекватно Я потом От людей Которые сидели И так далее Узнал Что скажем Надо Там Валяться На землю И орать Что бьют И так далее Чтобы остальные Услышали Да А я просто так Ну я взял руку Так в голову Голову в руки Так и сидел И все Да То есть Поехал я туда В четыре часа Освободился Я в шесть Часов утра Но это Извините Не четыре Пять часов Нет Это вот этот Разговорчик Я еще там Ждал Я еще там Сидел Потом с девками Там писали Протокол Описывали машину Там Ну И что мне Эти девушки Так и сказали Что я вышел Извини за то Что они с тобой Сделали Но у них Такая работа Ну ладно Я их Честно говоря Не виню Но Винить буду Кого-то другого В том Что произошло Значит на Гауэс Когда ее увезли В пять часов Где-то я ее видел В последний раз Ее увезли Ее у этого Маму деток Да На Гауэс Типа давать показания Там писать бумаги Ну и так далее И так далее Я тогда Знаете Я на тот момент У меня Никакой связи Вообще С криминалом С полицией Ничего не было Ни разу в жизни Вот И Я им верил Я достаточно долго Еще им верил Да Вот И Ну Отвезли Отвезли Ну я еще договорился Там с этими полицейскими Ну когда ее выпускают Пускай они мне дадут знать Я на машине Я могу приехать Взять ее Ну куда она денется Да Я же не знал Что ее сразу Задержат Да Но То что Произошло На гаоясь Вот это уже Вот это уже Слишком По-моему Да Значит И что же произошло Ее Задержали Сейчас покажу В 9 часов 10 минут Вечер Ох ты У вас все Прям практически Уголовное дело Да В электронном виде Да Да 14 10 октября 9 томов там Ну вот Значит так А И что надо было увидеть Да У нее нету никаких побоин И никаких Ну мест боя Да Тут Это написано Я войну им состремал Да Ну Едем дальше Это была пятница Значит вечер пятницы Да 13 То есть понедельник То есть суббота Воскресенье прошли Да Потом Ее уже назначают Значит эту экспертизу На побои Вот Ламонс Да Суббота Амиэсбай Амиэкспертиз Ну так же Ну тоже Трое суток прошло Ну как бы В пятницу Надо было бы вести По уму Не А там же не было ничего А очевидно 13-го что-то уже было Да Вот Нелогично Нелогично Как она мне говорит Что мол Ну это потом Сейчас Смотрим Значит экспертизу Да Тут довольно таки Четко Расписано А Не тот лист Нет Это имеет Вообще-то Очень Такой Ну тут Тут есть смысл Да Там очень четко Расписано Сколько у нее побоев Сколько на руках Там Ну в котором месте И так далее И так далее Да То есть Там даже Под сантиметром Расписано И так далее Сейчас найду И написано Что мол Она Тут целый Абзац Да Описание То Самое смешное Систинное Ее не били Типа Да Да Это не была Но тут видно Видите в латышском Нейсот Это парста Стеема Излоксная Как парези Да Ее спрашивают Это с ее слов Написано Это как бы она сказала Что не били Да Но тут получается Как Возможно Она сама Себя Поцарапала Да Пуговица Ботинка Ботинка Да Ну вот и тут Скорее всего Этот судмедэксперт Подложила Свинью Полицейским Потому что Когда у нее Изымают Ее личные вещи Тем же Самым Вечером Девятого Числа В описании Ботинок Нет Нет Курпес Без папежа Туфельки Без каблука Да Ну вот Откуда вы Извините Тогда Там что В изоляторах Сапоги С кнопками Валяются Возвращаясь К теме Вакцины Да Сколько времени Прошло С момента Визита Или возвращения Из доктората До того момента Как мама Маме показалось Что дети мертвы И она Стала звонить Скорую помощь Значит Ей Во-первых Ей не показалось Что они мертвы Ей показалось Что с ним плохо Что они плохо дышат Времени могло быть Если они в девять Где-то с утра Были обратно Ну Где-то в одиннадцать Эта вся суматоха Там началась Смотря вот По свидетельствам Хотя Официально Это все началось В пятнадцать В пятнадцать Двадцать В пятнадцать В пятнадцать В пятнадцать Почему такая разница Потому что По-моему Надо было Оттащить Этот вот Времень По времени Да Подольше От того момента Как она была Этой врачей Там очень много Доказательств Тому Что это было Раньше Чем это пишется Официально Но Что самое интересное У меня лично На рабочий телефон Три разных распечаток В три разных Время Браты Вот А скажем Ее распечатка Вообще Была До девятого Числа Случилось Это в десятом И единственное Вот тот момент Когда это появилось Да Это появилось Через полгода То есть Тогда только Вот Чуприка Который следователь Очухнулось Что у нее Нету вообще Никаких распечаток Она вообще Не знает Кому она звонила Что она делала И так далее А чем занималась Уважаемая госпожа Дознаватель Полгода Извините Вот А я могу сказать Скорее всего Они писали дело Они писали дело Да То есть У них было Ну скажем так Я считаю Что То что в следующий вечер При таких обстоятельствах Когда нету экспертизы Ничего Да Уже Нынешний Уже Нерабочий В полиции Андрей Созвино Да В телевидении Заорался Что Мать виновата Да Да Я помню Это его выступление Да Мое мнение Таково Что Поскольку все знали Что это были Какие-то вакцины Единственное Никто не знал Какие Да Они Все пробовали Открещиваться От этого дела Потому что Все медики В первых показаниях Да Вообще говорят Что они Детям ничего Не кололи Да Потом только Они вспоминают Что кололи Потому что Это так Надо было следствие Суд Медэкспертиза Произошла Через месяц После После трагедии Извините Если детей Просто удушили Подушками То во-первых Поскольку у них были Вот сейчас надо будет перевести Атвамтасмассас Да Рвотные массы Да Вот Это должно было Даже на той подушке Остаться Так что ее определить Можно было сразу На месте Вместо этого Слабко В деталях Это и неприятно Возможно И больно То есть Месяц Эти трупики Эти тела Детей не выдавали Для того Чтобы захоронить И полиция ждала Чего-то Чтобы через месяц Назначить экспертизу Рисовало дело Почему сразу нельзя было Экспертизу провести Ну на следующий день Но через два дня Почему месяц Надо было Этих бедных детей Мучить и после смерти Не придать их тело земле Я могу сказать Что первая версия Была Значит Поскольку были Эти рвотные массы Первая версия Была Значит Они с чем-то Ну отравились Только через Где-то месяц Появилась версия О Значит Нарушении Что интересно И примечательно Не хочется так говорить В этом деле Что этим рвотным массам Ничему вообще Никаких анализов Не делалось Они были уничтожены Вместе с кровью При сдаче Значит Криминал Вояж На уголовное Преследование Да Как раз И они уже Для нас потеряны Скорее всего Навсегда Я так полагаю Я так полагаю Что первый месяц Они пробовали И это доказывает Вот это будет смешно Просто Это доказывает Вот эту Эту версию Что сначала Они пробовали Как-то пришить Вот это Отравление Что она Их травила И чем же Она их травила Узнали Что она Маме Значит В деревню Купила Перед этим Не знаю Там 4 августа В октябре Купила В качестве Вичдока Послушайте Ну это же Я сейчас Я наивный человек Говорю Смотрел Ментовские сериалы Ну это же Подлог Это же обман Это чистой воды Тогда можно Молоток было Купить Обвинить Мама Что она Молотком Этих детей Нельзя Пистолет Макарова Наверное На румбуле До сих пор Продают А что Не застрелило Ну вот Ну а это Дело провалилось Там Долго Рассказывать Это все В книжке Почему Оно Провалилось Потому что Появилась Легче Версия Да То есть Что Действительно У меня В семье Был такой Случай Когда задушили Подушками Да И я Якобы Это рассказал И она Послушала И давай Делать Но Поэтому Они поменяли Эту версию И поэтому Этот месяц Потому что Они писали Это дело К тому же Сначала Они писали Даже его На меня Тоже Мне каждый раз Когда я ходил Туда На Гауэс Мне каждый раз Сказали Что я могу Оттуда Вы и не выйти Хотя У вас статус Был свидетелем Да А неподозреваемого Да Да Даже больше Они Как бы Пробовали Меня заставить Вот с ней Идти к ней В тюрьму Да И контактировать Чтобы потом Уже Написать О Согласование Свидетельств Давай Оба Зайчика Сидите Да Так они пробовали Где-то до 17 16 февраля Когда я им Поставил Значит Бумажку Что Мальчики Вы тут сами Что-то не то сделали Это уже после Да На 15 Но до этого момента Я сидел Честно скажу Каждый вечер дома И ждал Когда за мной приедут Да То есть я Очень хорошо Осознавал Что будет со мной Если я еще Попаду в зону Ну там Это все ясно Да И когда я начал Уже возникать Тогда у меня начались Все проблемы И так далее И так далее И так далее Да Что касается Вот судебно-медицинской Экспертизы Как это может быть Что Если смотрели На месте Да То есть Там был Эксперт Судный эксперт Он не заметил У младшего Одной дырочки На теле Он ее не заметил И тут Ее нету Да Вы думаете Что это Отверстие от укола Ну естественно Потому что У детей не было А у старшего А у старшего Были другие уколы На других местах Ну видите Тут все логично Значит старший То что она и говорила В показаниях Что он очень держался Он хотел быть мужчиной В семье Ну такой Не плакать Пошел на прививку Осознанно Да Да Вот И ему естественно Кололи Тут Да Потому что тут везде написано Лоба алконе района Лоба алконе района И так далее Да А младший Ему годик Ему Ну там ничего Не объяснишь Да Ну вот его и повернули Вот тут снизу Вот и кололи Как детям маленькими Колят Но так колят Прививки Опять таки И почему Я извиняюсь Вот эксперт на месте Просто не заметил Этого Как это вообще Может быть Почему Не сфотографированы Вот там есть Фото табулы Вот эти точно Не буду показывать Там ничего красивого нет Но Ну как возможно Что вот эти уколы Ни в одной из фотографий Не появляются Потому что Фотографировали Вторую ручку Вторую ножку Ну Ну это Это что за расследование Да Что произошло с мамой Маму в первый вечер забрали Ну Потом эти Скорее всего пытки Да Потому что иначе Я это называть не буду Ну Не срослось просто Да И потом тоже Тиас медзинсэксперт И вот это признание Ну это вообще Это смешно Если не так плохо Было бы Да Насчет этого Как она написала Ну Этизмэклэшэнсгээта Константэцинэсксэйпээд Слаба салка Водсэйтэвс крэйсэ А водсэйтэвсапфэйду Радуша С реанимацией Спаса Нисколько их там Ничто Нипочем Вообще Этого всего нет Но эксперт был другим Да И вот Насчет этого эксперта Я уже дальше Тогда Я вот эти все 7 лет Не только это дело Расследовал Экспертизу делала Такая Скидэнко Она же Делала экспертизу И в двух Еще Больших Этих Громких делах Сэнтри Балыня Которая пропала В лесу И потом Ее нашли И она делала Экспертизу В деле Ника Элекшн Мальчика Которого пожарника Убили там В Сыгуде Да Пару лет назад В обеих Этих случаях Там нету Ни побоев Ничего Хотя она сама Их зафиксировала Да Но вот Вердикт Очень интересный Цинтая Зашла В лес Села на пенек И замерзла И Никс Так же Замерз Вероник Чуприк Это Следователь Дела Которая Сейчас пробует Между прочим Закончить Дело Мероны Уже Третий раз По-моему Пробует Вместе С прокуроршей Екатериной Кушаковой Которую Суд Немножко Изругал Насчет Золотовуда И что Самое Примечательное Адвокат Нормус Дуляевский Который Был потом Адвокатом Илма Женшевица Только что И так далее Вот они Все Втроем Работали И в деле Балова Жевгинты Насчет Двоих детей И в деле Был такой Освалдсмигла Его Осудили В седьмом Или в каком-то Не помню Году За убийство Хотя он Его никогда Не признал Сейчас Удрал Из Латвии Между прочим Его уже Выпустили Интересно Что вот Такая Тройка Прокурор Следователь И Адвокат Так появляются Таких На русском Мокрухи Зовут Когда у тебя Нет ничего И надо Кого-то Все-таки Посадить Насчет Самого Дулевскиса Это не Мои слова Это ее Слово Она мне Так и Сказала Он Скорее всего Сделал все Чтобы Меня не Вызволить А посадить Это Сказала Гинта Мама Мама Деток Что с ней Сейчас Она сидит Уже седьмой год Вот только что Говорил с ней Между прочим Вам привет Спасибо Она знает вас Спасибо Не Не так Вы там Что-то По-моему Посылайте Иногда Туда В тюрьму Было Были Средства Поэтому Она и знает Да Да И кстати Один раз В Ольгуцемской Женской тюрьме Дипломы Вручал Шве Они были И подарки Вот ей Тогда тоже Вручал Потому что Она за это время Закончила Все курсы Которые там есть Она Прочитала Всю библиотеку Как Мертесин Мама сидит Кто хоронил деток Отдали их Отцу Все деньги Заплатили Насколько Мне известно Отцу Ну там Компенсации Все это Ну поскольку Там вопрос В деньгах Это довольно Такий Важный Вопрос Да Но Хоронили Вот я знаю Что могилку Копал Брат Ее брат Дядя Как бы Племянник Получается Да Да Я сам Честно скажу Я на похороны Не поехал По одной Простой причине Во-первых На тот момент Я считал Что это отец И то Что он вышел И это не я Видел Это видели Все Кто там были А там более 100 человек Было То что он вышел Из кладбища Улыбаясь Ну это извините меня И вот Следствие Что они делали Да Они Специально Шли по тому пути Чтоб я думал Что это этот отец Да Чтоб я забыл То что я сам Давал показания Что она ввела Их на прививки У меня оно есть Оно в деле есть Но в деле есть Еще одно Слушайте Вот это Сейчас вернемся К тому второму Давайте здесь уточним Это случайно На ваш взгляд Как вы думаете Или сознательно Полиция Не идет В сторону прививки Потому что это очень важно Особенно в сегодняшнем временах Я думаю Что сознательно А дело было 7 лет назад Да Я думаю Я почти уверен Что сознательно За что взяли Сейчас Созенос За коррупцию Правильно? Правильно Все мы наслышали о том Что Те кто особенно читает Петые комы И так далее Там в комментариях Надо только почитать Там О-о-о-о Не знающие люди Что пишут Все мы знаем Что у нас коррупция Она есть Если это были прививки И всем Это было ясно То что случилось Скажем В следующий В последующий день Та компания Которая их Распространяет Скорее всего Она бы не шла К чуприке Или к кому-то Она бы пошла Сразу Наверх Наверх К генералам К генералам И очевидно Договорились А как мы сами видим Денег у фармы Немеренно И вот Если бы не все это Что было в течение Этих семи лет Что на меня были Четыре покушения На нее там тоже были Между прочим В тюрьме Да Я понимал Я осознавал Что за этим Должно стоять Что-то очень большое Ну не может быть Такого Так не случается Просто так Но честно говоря Через эти 5-6-7 лет Я уже начинаю понимать Что за этим стоит И почему Я не буду на данный момент Углубляться в том Что есть подозрения О том О том О том Но то что там были Скорее всего Прививки были Потому что Как я это узнал Через эти 5 лет У меня на тот момент Был только этот Приговор Да И то Анонимизированный Я там еще Смотрел кто-кто Вот И начал эту сестричку Честно говоря Если я эти 5 лет Этого не видел сам То мне это просто Напросто приснилось Это уже не первый раз Когда в этом деле Вот что-то там Ну что-то там есть Что помогает И Я значит Сразу проснулся Ночью Взял ее Вот такой вот Она показания дает В суде И прочел Что да Мол Анализы крови Анализы крови Анализы крови И в конце Такой один вопрос Который там не должен быть Вообще Ну не вопрос Утверждение Приложение Значит Прививки детям делались Не прививки А инъекции детям делались Вену Я говорю Стоп Инъекции Не одно и то же самое По терминологии Что Скажем Анализ крови Не А имеется Когда берут из вены Да Это один же А второй же Вытащить Я попросил пару врачей Они говорят Не очень-то уж так Ну интересное Такое Вот одно предложение Оно там не должно быть Вообще Было Скорее всего Вот И тогда я просто Один из редких разов Когда мне дали возможность С ней встретиться Там Да Потому что Там тоже Все время Помогают Еще как Я ее так и спросил Прямо в лоб Что Почему такая Разница И тут уже Она могла Скорее всего Говорить Или она взяла На Испуг Потому что Там Ну то что там Слушают Это ясно Но Как-то их там Ну При разговоре Там нельзя Никак запугать И так далее Она у меня смотрит Так как Ну на латышском Месяце Зырк с узалзан Это как Ты не знал Лошадь на овес В русском тоже Ты не знал Их же на то утро Везли Значит На прививке Я такой Ого Здрасте Ну тут я ей сказал Дорогуша У тебя будет новый адвокат Да То есть И так далее И так далее Ну в конце концов Как-то там обошлось Хотя было Тоже трудно Потому что В следующий день Она уже этого не признавала Она ничего не знала Вот Ну и короче Я достал этого адвоката И вот только тогда Мы получили материалы дела И к тому же Это стоит денег Латвии 800 евро 9 томов таких То есть вы имеете Ввиду официальную пошлину За ксерокопию Да 14 плюс ПВН Центов За лист Там более 2500 листов Да Вот И тогда начали Просто рассматривать И нашли Что есть В НМПД Значит Один даже Самый старший Самый 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 Да Я сейчас Найду этот лист Где он у нас Находится Да Давал показания Вот это надо Видеть просто Да Первым вечером Что значит Это наиболее Такие Ну Свидетельство Которым можно верить Да Он давал показания Что да Он Значит Мама Сказала Когда спрашивали Что она этих детей Отвезла На Прививки Тут же Что самое интересное Очевидно Этого слова Там не должно Было Появиться Да Но этот Следа Который брал Эти показания Он не тот Который Потом исследовал Да И он Очевидно Это допустил Написал Машинально Уже И он Сразу Такой Говорит Нет Ну Я Вот Сейчас Вспомнил Что он Там Типа Она Говорила Что Анализы Крови Все Так Никаких Прививок Не было Да Ну То есть Ну Это Извините Но Не бывает Такого Я говорил С врачами Я говорил С многими Да Такого Не бывает Врач Марис Вот Вопрос Зачем Это надо Вам Лично И на мой взгляд В этой истории Это вообще Самый главный Вопрос Помимо Чувство Справедливости И Смешанное С чувством Боли Вот Уничтожены Материалы Экспертизы Созинов Давно Уже Не начальник Не в полиции Мама Да скорее Бы уже Отсидеть И выйти На свободу Потому что Уже Все 14 лет Да Но Но Все равно Хочется Хочется Не Но тут Еще И вы продолжаете Делать свое Расследование Свою Собственно Вопреки Системе Которая Уже Перемолола В муку И людей И деток Тоже не воскресишь Зачем Вам это Лично Вообще Это очень просто Во-первых Меня так Растили Мои родители Спасибо им За это Если ты видишь Не справедливость Должна Найти до конца А во-вторых Есть такая вещь В один момент Когда Я узнал Я начал с ней Контактировать Только после Третьей инстанции Это три года спустя Потому что до этого Я не мог Потому что Сел бы сам Еще Вот Ну или сам боялся Или как Ладно И тут я ее Тут я узнал Ну я за это время Уже знал Что она Пару раз Пробовала Вскрыть себе вену Ну вскрыть Даже таким Зверским образом Просто перегрести Потому что Естественно Ей не давали Никаких там Жилеток Не подкидывали Ничего Потому что Ее должны Были осудить Вот так Как вот Мама убийца То есть Показательный суд И я ее В одном Телефонном разговоре Просто-напросто Спросил Вот почему Ты пробовала Вот уйти Что Совесть вернулась Что Она говорит Нет Мне просто Ну скажем так Апный-ка Да Надоело Вот это Непрерывное Раздевание И тыкание Что это означает Я думаю Мне долго Рассказывать Не надо Но Если кто-нибудь Считает Что ее Спустя Там Два-три Месяца Да Скажем Пробовали Еще уломать Чтобы она Призналась Нет Не пробовали Потому что Ей сказали Что она Будет сидеть Уже Следующим Вечером Когда Созенос Как раз Это по телевидению И объявил Да Ее пробовали Уломать На что-то другое Чтоб она Признала Что я Там Причастен И в таком Случай Сидели бы Мы уже Оба У кое-кого Были бы Ордена Потому что Сказка раскрыта Все как Они думали Да И так далее И так далее Вот Я так полагаю Я не уверен Но я полагаю Что скорее всего Из-за этого Она И Как бы Хотела уйти Да Потому что Она Я знаю Ее Хотя Три месяца Только Но я знаю Ее Я знаю Что она Очень Честнолюбивый Человек Ну так Тоже Будет До последнего Ити Скорее всего Ее пробовали И вот Если Такой человек Был Как ее Самочувствие Сейчас Как ее Настрой Настрой Все время Такой Ну Она Слава богу Держится Довольно Хороший Естественно Единственной Проблемы Опять Таки Уже Вот Это уже Финансовые Проблемы Что там Есть Сколько Я могу Только Не могу Особо Сегодня Звонил Опять Телевидение Кончается У них Вообще Тогда Нечего Делать Потом Сама Она Очень Оптимистична Всегда Хотя У нее Проблем Много Скажем Так Зубы Тоже Сейчас Надо Я Сейчас Набираю Вот Надо 150 евро Ну Как-то Достану Где-то Но Оставить Ее Без Этих Денег Там Ну Опять Таки Уже Нельзя Марис Я вас Перебью Простите Меня Свет Не без Добрых Людей Я в этом Убеждался Много Много Раз Давайте Поставим Сейчас Внизу Титр С данными Счета Тюрьмы Именем И фамилией И каждый Кто Сколько Может Столько В тюрьме И 5 евро Деньги Это Это Большие Деньги Как вы Думаете Чем Это Дело Закончится В вашей Личной Жизни Ваше Собственное Расследование В жизни Гинты Самое Главное Могут Ли Другие Дети Быть На Месте Этих Убитых Деток В ее жизни Это должно Закончиться Я этому верю Должно Закончиться Так Что Она Выйдет Причем Раньше Тех 20 лет Которые Присудили Что Интересно Ей не дали 25 Знаешь Почему 25 Это Пожизненное А Пожизненников Там В тюрьме Охраняют 24 7 Ее Не Охраняли Сами Понимаем Что Если Мама За убийство Двух Детей И Между прочим Тоже Хороший Вопрос Туда Попадает Ее Никто Не Охраняет Она Бы Не Дожила До Этих Дней Значит Она Там Она Рассказала Все Что Она Знала Потому Что Там Она Могла Рассказать И Поэтому Только Когда Мой Адвокат Выходил Подписал Ордер С И Далее Он Говорит Ну У нее Там Статус Да То есть Ее Не Трогает Но Почему Не Трогает В Женской Тюрьме Убийца Двоих Детей Как Никак Не Трогает Ну Это Что Такое Да Да Хороший Вопрос Я Считаю Что Она Должна Выйти Говорил Вот Недавно Встречался С Руксом Арман Там Толку Мало Начальная Госполиция Нынешняя Единственное В чем Я Опять Таки Понял Что Они Все Знают Об этом Деле Они Все Знают Что Там Натворено Одну Фотку Я Еще Покажу Это У нас Последний От Маклаймс Младшего Ребенка К Семейному Врачу Вот Так Это Выглядит Оно Просто Накрыто Белым Листом И Сделана Ксерокопия Потому Что Строчка Наполовину Написана И Вот Когда Мы С Адвокатом Запросили Этому Семейному Врачу Эти Бумаги Показали Что Там Написано Потому Что Ясно Что Там Написано А Это Тот Самый Докторат После Которого Дети Умерли И Тот Самый Доктор Она Ответила Что У Него По Закону Есть Право Давать Она Должна Выдавать Полицейским Суду И Хотя Тут Черным По Белому Видно Это Подделка Еще Какая Это Последний Визит Закрыт И Таких Вещей Там Довольно Много У Старшего Вообще Этот Лисик Пропал Я С Руксом Почему Говорил Я Хотел Чтобы Он Может Попросить У Этой Врачихи Ладно У него Нет Этого Дела Иди В прокуратуру Извините Когда Надо На Людей Которые Идут Протестовать И так Далее А тут Он Не Может Инициативу Проявить Не Хочет Не Хочет Потому Что Он Очень Хорошо Знает Что Там Произошло И Как И То Что Я Хочу Для Себя Я Уже Три Года Бьюсь Потому Что Я Понимаю Что У Нас Это Все Накрыто Так Сильно Оно Не Пройдет Так Просто Я Я Могу Отнести Стуканцу Но Знаете Что Там Будет Будет То Да Мы Все Прочитали Да Но Это Так Или Так Ничего Не Означает Суд В трех Инстанциях И Осудил То Что Я Хочу Я Понимаю Что Без Скандала Без Большого Скандала Международного Не Пройдет Это Донести До Народа Это Можно Только Одним Фактически Способом Я Могу Эту Книжку Я Написал За Эти Годы Я Написал Книгу Там Все Разложено Книжка Толстая 150 Страниц Даже Больше Я Должен Издать Чтобы Проявить Натиск На них Чтобы Они Начали Что-то Делать Потому Что Иначе Они Ничего Делать Не Будут Ну И Вот Вы Будете Смеяться Но Я По Латвии Две Три Тысячи Не Могу Найти Не Могу А Сам Заработать Я Уже Извините Не Могу С Чего Вы Живете Если Ваш Бизнес Был Разрушен После Этой Истории Один И Второй Все Извинения Службы Госдоходов Пост Фактум Не Имели Уже Никакого Смысла Один Момент Я Таксовал Потом У меня Еще И Права Отняли Я По-моему Единственный Человек В Латвии Который Ехал С Годными Правами При 15 Штрафных Очках Да Ну Потом Надо Было Опять Что-то Вот Там Полиции Сказал Не Так Вот И Появилось Еще Двое Хотя Я И в Риге Не был На тот Момент Естественно Это Тоже Бросил Потом Ну Потом Вот Хорошие Люди Потом Я Начал Говорить Об этом Публично Потому Это Единственное Чего Они Боятся Единственное А Сейчас Уже Я Должен Скать Вам Что Я Так Еще Читаю Латышские Газеты Порталы Но Русско Читающая Русскоговорящая Република В Латвии Об этом Деле Не знают Не знают Поэтому Я и тут Не знают И Даже Если Был Какой-то Пробежал Заголовок По Радио Новостям Или Портале Новостей То Он Пробежал И Смыло Дело Страшное Дело Страшное А Еще Одно Интересный Факт Вот Эта Сестричка Которая Как я Начал Публично Об этом Почему Они Боятся Начал Публично Об этом Говорить Она Пропала Из Той Практики Да И Вот Что Сейчас Еще Интересное Получается Она Никогда Там Не Работала В Официальной Вот Эта Ашта Ну Какая-то Данная Баз Данных Ее Там Никогда Не Было Хотя В суде Она Давала Показания Что Она Как Сестричка Именно Того Доктората Когда Ты Это Все Видишь Ты Понимаешь Что За Этим Стоит Что То Очень 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 Большое Ну Не Может Быть Так Ну И Когда Мы Видим То Что Сейчас Происходит С этой Вакцинацией Со всем остальным Ну Я думаю Что Тут Вопросов Мало Остается Что Касается Того Вопроса Могут Ли Ну Я Считаю Что Детей Вакцинировать Это И Еще Вопрос С Остальными Да Потому Что Есть Ну На Латышском Есть На Английском Очень Много Информации Насчет Того Что Ну Там Бывают Эти Компликации Мы Не Знаем Поскольку Я Не Знаю Какие Там Акцины Есть Видеоблогер Мария Шукшина В России У нее Очень Телеграм Канал Я Даже Слышал Да Естественно На Русском Тоже Информации Много Спасибо Вам Большое Держитесь Будем Следить За Развитием Этой Темы Спасибо За То Что Были С Нами Встретимся На Мамыкин ТВ Пока Пока